Приветствую, мы с вами встречаемся в районе Лепортово, где проходит Крюковская улица и Крюковский тупик. Крюковская улица проходит от улицы Госпитальный вал до Лонгеновской улицы, она с односторонним движением автомобильного транспорта по одной полосе в сторону улицы Госпитальный вал. Вот, в общем, сегодня еще одну сторону эта улица занимает Вегенское кладбище, которое числится по наличной улице, ну вот, в том числе и находится здесь, оно довольно-таки большое, расположено несколькими улицами, вот, и кладбище огорожено высоким глухим забором, вот, ну а по другой стороне находятся жилые дома, вот, и магазин. Улица была названа в XIX веке по находившемуся в этой местности подмосковому населению Крюковка, а в XIX веке оно вошло в состав Москвы. Вот, все, что здесь находится на этой улице, это два жилых дома, оба пятиэтажных, и оба были построены в 1160-е годы, причем интересно, что нумерация под номерами 11 и 23, то есть нумерация зданий здесь очень нестрогое. Вот, и, что интересно, в доме 23 примечательный объект находится, это музей истории Лефортова. Прямо жило в доме, работал с 1399 года и является филиалом музея истории Москвы. Создан на основе фондовых материалов музея истории Москвы, материалы и документы были также представлены предприятиями учреждения Лефортова, заводами зерпомолот, кристалл, нестекла, военным господином имени Бурденко, ну и другими организациями. И вообще, это первый в Москве музей посвященный истории одного района, в котором, собственно, мы находимся. Вот, ну, собственно, это отражение в истории, в истории небольшого района Москвы, немецкой Слободы, бывшей когда-то здесь находившейся, и события связаны с Петровым I, его реформой, и экспозиция охватывает период от Петровской эпохи до настоящего времени. Вот. В 18 веке в Лефортове часто были и императоры, приезжали сюда из Петербурга, но в 19 веке здесь развивалась индустивная промышленность, строились военно-учебные заведения. Ну, в общем, много тут и документов, фотографий разных по истории района, картины. Так что, проводятся экскурсии, приходите, довольно интересно. Ну, и также по этой улице числятся еще магазин 16 бар, 1-1, который продает котлы, водонагреватели и всякую арматуру. Находится он в двухэтажном кирпичном здании. Вот. Ну, и проект сюда лучше всего от метро Семеновская на трамваях 32, 43 и 46 за остановки Ухтомская улица. Она находится на улице Госпитальный вал, и дальше пешком через улицу Госпитальный вал. Ну, вообще, транспорт по этой улице не проезжает. Что касается Крюковского тупика, то он проходит от Авиамоторной улицы до Детского сада, по Сторожевой улице. И он в двухстороннем движении, там, или транспорта по одной полосе в каждом направлении. Ну, такой небольшой тупичок, тоже был назван в 19 веке, по находившимся тоже здесь вот, на месте этого тупика, в этой местности, в селе Некрюковка, которое, как я уже говорил, в 19 веке вошло в состав Москвы. Но здесь еще меньше объектов, чем на Крюковской улице. Это один всего живой дом, 9-этажный, под номером 6, в 1975 году постройки, панельный домик такой, типичный, советский. Ну, и Институт проблем комплексного освоения недр Российской Академии Наук, под номером 4. Вот, и в этом здании работали ученые в области горных наук, академик Михаил Агошков, и также еще один ученый в области горных наук, академик Николай Мерников, о чем свидетельствует мемориальные доски на здании института. Ну, вот, собственно, и все то, что не касается. Здесь, в отличие от улицы, где находится все-таки музей, который, несомненно, является достопримечательностью этой улицы, да и, в общем-то, и всего Лепортова, здесь ничего интересного, в принципе, нет. Ну, а доехать до тупика можно от метро авиамоторная на автобусе 59-й до основки кинотеатра «Спутник», который находится, собственно, на авиамоторной улице, и дальше, в общем, пешком через авиамоторную улицу по тупику общественный транспорт не проезжает. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.